Здравствуйте! Вы смотрите канал Киномания 24. И сегодня мы поговорим про проклятые фильмы Голливуда, картины, которые пользуются недоброй славой среди актёров и режиссёров. Так что не забудьте поставить лайк и поделиться этим роликом с друзьями. Для вас это несколько кликов, а для нас сильный толчок в продвижении канала. Приятного просмотра! Создание художественных фильмов – сложный, а иногда опасный процесс, который часто сопровождается авариями и несчастными случаями. Казалось бы, что в этом особенного? Но режиссёры и актёры считают иначе. Существуют картины, которые в Голливуде всерьёз называют «проклятыми». О них ходят леденящую душу истории. Говорят, что тех, кто примет участие в съёмках, долго будут преследовать несчастье, а их жизнь окажется в опасности. Причины «проклятия» называют некую злую силу, которая не хочет выпускать фильмы на экран и всячески препятствует работе над ними. Кто-то верит в подобные рассказы, кто-то называет их ерундой. Но они производят не слишком приятные впечатления. Итак, представляем вашему вниманию шестёрку ролливудских фильмов, которые пользуются недоброй славой в актёрской среде. «Волшебник страны Оз», 1939 год. Казалось бы, чем может навредить фильм, снятый по безобидной детской сказке? Как бы не так. Первая экранизация вышла ещё в 40-х годах, причём съёмки не задались с самого начала. Актриса Маргарет Хэмилтон, сыгравшая злую западную ведьму, получила серьёзные ожоги. Это случилось, когда в одной из сцен перегрелся реквизит, а у Джака Хэйли, или «Железного травосека», началась глазная инфекция из-за алюминия, содержащегося в гриме. И он чуть не потерял зрение. Если в этих неприятностях можно было обвинить несовершенство декоративной косметики и бутафории, которая выпускалась почти 100 лет назад, то дальше начала происходить самая настоящая чертовщина. После съёмок сам «Волшебник страны Оз» Фрэнк Морган попал в серьёзную аварию, а актрисы Клара Бландик и Джуди Гарленд покончили с собой. Следует отметить интересный факт. Большинство проклятых фильмов относятся к жанру ужасов, а история про Дороти и её друзей – просто детская сказка. Но почему-то здесь даже добрые герои картины выглядят не мило, а как-то зловеще. «Ребёнок в розмаре», 1968 год. За экранизацию истории о женщине, которая родила сына от самого дьявола, взялся печально известный роман Полански. Трагические события, связанные с его семьёй, произошли спустя год после выхода фильма на экраны. А страшных совпадений в них было больше, чем достаточно. В 1969 году жена романа Шерон Тейт, находящуюся на последних неделях беременности, жестоко убила банда Чарльза Мэнсона. Нерождённый мальчик умер в утробе, а картина преступлений была настолько кровавой, что вызывала ужас даже у бывалых полицейских. Кстати, Поланский хорошо известен своим интересом к мистике. Возможно, потусторонние силы наказали его за излишнее любопытство. Приспешники Мэнсона, которые впоследствии оказались в тюрьме, называли свою банду «Хелтер-Скелтер» в честь известной песни «Битлз». В переводе это что-то вроде «Суматохи» или «Неразберихи». А десять лет спустя на пороге здания, где проходили съёмки ребёнка Розмари, погиб солист Битлов Джон Леннон. Это уже совпадение номер три. Ну и на закуску следует отметить, что сразу после выхода фильма в прокат скончался главный композитор и исполнитель роли главной героини. «Изгоняющий дьявола» 1973 год. Настоящие поклонники ужасов знают, что сюжет картины основан на записях в реальном случае экзорцизма, который проводился на 14-летнем подросткам в прошлом веке. Режиссёр, тщательно изучив факты, решил воссоздать их как можно реалистичнее. Но у кого-то, по-видимому, были совсем другие планы. После начала съёмок сразу три актёра – Марс фон Сюдов, Линда Блэр и Джайсон Миллер – получили известие о смерти членов своих семей. Дальше – больше. Секретарь режиссёра в прямом смысле сошла с ума, и её пришлось отправлять в психиатрическую клинику. Актёр Джек МакГоуран неожиданно скончался от наследственного заболевания, которое ранее не проявляло себя. Даже вещи вели себя странно. Много метров плёнки оказалось испорченной из-за засвещённого или двойного изображения одержимой девочки. А во время показа «Изгоняющего дьявола» в Риме, молния неожиданно ударила в распятие возрастом в 400 лет и уничтожила его полностью. Впечатляет, не правда ли? Полтергейст, 1982 год. Классическая франшиза «Полтергейст», состоящая из трёх фильмов, и рассказывает о семье, которая оказалась во власти злых духов. Создаётся впечатление, что эти самые духи вмешались и в судьбу актёров, которые снимались в картине. Если смерть 60-летнего Джулиана Плэка и 53-летнего Уилла Сэмпсона от болезней можно назвать естественной, то случившиеся с Доминик Дан и Хизер Оурук, которые сыграли родных сестёр, вызывали неприятные мысли. Доминик, которой было 22, задушил бывший бойфренд в ходе бытовой ссоры. А 12-летний Ахизер, который пророчили большое будущее в кино, умерла от инфаркта миокарда и септического шока. Во время работы над третьим фильмом неожиданно загорелся реквизит, и несколько человек оказались в больнице с ожогами. Кроме того, Зельда Рубинштейн, сыгравшая медиума, во время промо-фотосессии почувствовала сильный толчок и чуть не упала. Через несколько часов она узнала о смерти своей матери, которая ушла из жизни примерно в тот самый момент. Ворон, 1994 год. В этой мрачной, готической истории речь идёт скорее о родовом проклятии, но не обошлось и без других неприятностей. Говорят, что когда-то Брэнду Нули, сыгравшему главного героя Эрика Драйвена в фильме «Ворон», сказали, что он повторит судьбу своего отца, легендарного Брюса Ли. Скорее всего, родители сочли это хорошим знаком, где стать сын станет таким же богатым и знаменитым. Но дело оказалось не в этом. Неладное начало творится на съёмках Ворона практически сразу. Один технический работник получил ожоги, второй намеренно повредил декорации. Каскадёр сломал ребра, а части реквизита уничтожили пожар и буря. Съёмочная группа, работавшая рядом над другим фильмом, даже стала делать ставки на то, что же ещё случится с их коллегами. Но самое страшное произошло позже. В одной из сцен злодей должен был выстрелить из пистолета Веррика. Из-за трагического стечения обстоятельств или чьей-то халатности в стволе оказалась настоящая пуля, которая серьёзно ранила Брэндона Ли. Он умер спустя несколько часов, полностью повторив судьбу своего отца Брюса Ли, который скончался во время съёмок фильма с говорящим названием «Игра смерти». Звонок 2. 2005 год. А знаете ли вы о том, что антигероиня Звонка, Садака Ямуара, не изобретение авторов? Это древний персонаж японской мифологии по имени Анрё. Злой дух, жаждущий мести. Он преследует обидчика до тех пор, пока не восстановит справедливость и часто направляет гнев на невинных людей. Анрё изображается в виде женщины с длинными чёрными волосами, окутана в белых одеждах и с жутким белым лицом, появляющийся из ниоткуда. Страшно, не правда ли? А чтобы стало ещё страшнее, послушайте интересную историю. На седьмой день съёмок офис компании был затоплен водой, а на минуточку Садака Ямуара появлялась из воды и убивала людей через неделю после просмотра кассеты. Помните? Потом помещение затопило ещё раз. Без видимых причин потёр большой контейнер с водой. Во время съёмок на природе откуда-то взялся рой диких пчёл. И съёмочной группе пришлось эвакуироваться. А однажды утром костюмерша фильма вышла на парковку и увидела, что в ней бежит разъярённый олень. Если учесть, что нападение оленей было частью фильма, совпадение выглядит зловеще. После этих событий режиссёр Хидео Наката заказал у себя на родине специальную церемонию изгнания злых духов. По-видимому, это успокоило потусторонние силы, так как съёмки удалось завершить. Несчастья, которые преследовали героев проклятых фильмов, можно назвать трагическим стечением обстоятельств, но они заставляют задуматься о некоторых вещах. Ведь даже закоренелые скептики согласятся, что мы знаем об окружающем мире далеко не всё. Ну а вы верите в нечто потустороннее и зловещее? Пишите в комментариях. А если вы любитель почитать о кино, переходите на наш портал kinomania24.ru Там вы найдёте статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. Ссылка на сайт есть в описании и закреплённом комментарии. До скорых встреч, друзья! Киномания 24. Магия кино для тех, кто понимает.